Добрый день, Надежда. Вас Надежда зовут, да? Да, Надежда. Вам 80 лет, да? Да, 80. И вы ключом занимаетесь, нет? Сейчас, в последнее время, да. О, вы посмотрите. А вот я вот сейчас картину переделываю опять, которая называется «Наслаждение шампанским», для того, чтобы вебинар выпустить об омоложении. А мне Федор Макаров, наш участник школы «Человек будущего хомофутурус», посмотрел там на обложку этой тильды и говорит, что-то вы там не очень хорошо выглядите, вы же такой молодой. Давайте возьмем, поставим ваше какое-нибудь фото другое, а я уже картину поменял. Я же каждый вечер пишу, она уже изменилась, и я теперь не знаю, как быть, потому что я там поставил ту картину, когда она была совсем красная, и она была немножко другая. А теперь я ее, ой, ну теперь я думаю, думаю, как быть. Буду теперь омолаживаться, что же делать? А как вы омолаживаетесь? Вот вы мне там написали, что у вас было, что было, и вы в своей жизни делали всякие движения, и поэтому, что они оказались именно такими, что они были свободными, приятными, поэтому они вам помогали. То есть вы невольно ключом занимались, невольно. Невольно, я не знала даже, что это получается. Просто, знаете, мне очень нравится музыка, особенно громко. У меня же молодежь была, трое детей, мало-мало меньше, они музыкой занимались, и мне это очень осталось в душе. И как только музыка заиграет, у меня прямо все поднимается, и мне надо... Я не знаю, что могу делать, сама не понимаю, что, но мне надо двигаться, двигаться, двигаться. Музыка помогала, да? Ну... Ну, вот, допустим, какая-то музыка совпадает, резонирует, а какая-то не совпадает. Ну, мне молодежная музыка очень совпадает, мне нравится. Так, потому что дух молодая, душа молодая, да. Да, душа молодая. Да, душа молодая. Вы молодым выглядите. Какие у вас проблемы? А что, у вас проблемы были какие-то, да? У меня одно следственное болезнь Бехтерева. Да что? Ограниченное движение, я не могла ходить, у меня были такие боли. Если еду в транспорте и тряханет, я кричать могла, и ходить не могла, наклоняться не могла, одеваться, обуваться. Это как долго у вас это было, и кто вам такой диагноз поставил? Ну, анализы так показали, что у меня отец такой же был. Бехтерева, да, болезнь Бехтерева? Да, да, да. И он тоже так же, у него спина как доска была, не двигалась. Ну, и у меня то же самое. У меня и сейчас шея еще осталась, не двигается. Я только могу так поворачиваться, а голова не крутится. А когда в школе учились, как у вас было? Что? Когда в школе учились, когда маленькая была? Ой, тогда все было нормально. А когда началась болезнь Бехтерева? Ну, где-то уже 20 лет назад. О, понятно. А бы лекарства пьете? Вы у врача-то были? Ну, как же. Мне же группу дали, врачи. Вторая группа. А где вы находитесь географически? Рига, Латвия. Латвия, понятно. А самая северянка с Архангельска? Понятно, понятно. Вам дали инвалидность, группу, и дали лекарства, поставили диагноз болезнь Бехтерева. А вы пьете лекарства долго, нет? Ну, ну, не знаю, лет 10, наверное, пила. А потом, что вы... Лекарство не помогает. И вот потом начинала боль уходить. Лекарства мне не нужны. Я перестала пить лекарства. Подождите, подождите. Они на поле сами стали уходить? Или после того, как вы начали вот эти движения ваши делать? Ну, в принципе, я всегда была подвижная. И старалась двигаться. Мне и внуки говорили, давай, бабушка, мы тебе поможем. Нет, я сама. Я никого не просила. Я все сама. Старалась через боли, но... Так вы делали движения через боли? Да, да. А я рекомендую по методу ключа? А, нет. Да потом у меня появилось. И потом это действительно через боли я такие ошибки сделала. Делала через боли, ходила, зато получила инфаркт. А, вот. То есть вы согласны со мной, что через боли нельзя делать? Да, да, согласна. Я уже это получила. Понятно. Поэтому вы вышли на канал про ключ, потому что я всем говорю, оздоровление, для развития творческих качеств, для омоложения. Не надо преодолевать никаких болей. Не надо делать никаких упражнений, которые вызывают боль. А надо, наоборот, идти по зеленой зоне. Вы об этом говорите, да? Я только сейчас поняла. Ой, молодой. После того, что вот, ну, год как, наверное, поняла. Не, больше. Я же после инфаркта еще получила, думаю, ой, надо скорее ходить, надо бегать. И получила стенд. Еще раз мне оставили стенд. Второй стенд поставили. Понятно, понятно. Вам сейчас почетные, благородные 80 лет. И вы теперь молодеете, потому что вы... Я не чувствую их. Я не чувствую, мне меньше. Да. Это неправда. Да. А вам хорошие сны сняться? Да. А любви сны сняться? Да. Ну, молодец. Молодец. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а когда внуки ваши видят, как вы делаете эти движения свободные, как Танис, такие мягкие, комфортные движения, которые вам подходят? Как внуки ваши на это реагируют? Нормально. Ну, это же не всегда. Я больше одна сейчас. Понятно. Ну, вы можете показать что-нибудь? Ну... Таки нет. Ну, да, ключевые дни. Я танцую и это могу... Мне очень нравится степ. Ой, какая молодец. Согмузи, степ. Это с болезнью Бехтерева. За счет того, что человек делает движения, повторяемые циклами, которые комфортные, а не вопреки болях. Ну, что-то не у нас. Надо преодолеть бой, там тянуть, растяжки, глупость какая-то. Ни в коем случае. Мне сейчас все хорошо. Мне не болит. Мне наоборот, вот, например, хочется вот так спину выгнуть, вот быть, потянуть. Теперь я так делаю. Сделайте то, что хочется, а не заставляете себя превознимать. Мне хочется, другой раз руки сами лечат куда-то голову помассировать. Сами лечат руки. Да, да, да. Вы выходите на состояние, когда тело само подсказывает. Да, да. Вот вы правы. Мне как раз делают то, что мне подсказывает тело. Вы знаете, это в цигуне есть такой танец, который называется спонтанный танец. Есть такой же танец шамана. И во многих практиках духовных тоже есть такое, что человек выходит на состояние саморегуляции, но он выходит там, не зная ключа, по обрядовым принципам, по традициям, по обучениям, каким-то методам, долгим, длительным и так далее. Может поститься там и так далее. Ну, очень все сложно. А когда человек делает то, что ему приятно, делает то, что ему нравится, он невольно выходит на путь свободы, на путь комфорта. И вот вы с болезнью Бехтерева преодолели это все и вышли на это состояние, делая именно... Вы можете сформулировать вот это вот в двух словах, что вы именно делали, по какому критерию. Вы делали движение? Я делала движение такие, которые мне хотелось. Вот. Отлично. Отлично. Спасибо вам огромное. Вы знаете, как бы... Я бы даже на остановке если стою, я всегда качаюсь. С ноги на ногу переминаюсь с одной на вторую. Вот так. Вот так повторяем. Я никогда не стою на месте. Тогда у меня нет усталости. Я целый день на ногах. Молодец. Даже так. А я вам скажу, раньше, когда солдат стоял в знамени внутри себя, чтобы продержаться, чтобы выстоять, вот так неподвижно стоять, столько-то часов, он внутри себя невольно раскачивался. Да. Внутри себя. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Вплоть до нервной дрожи это снимает напряжение. Вот когда я нашла ваш ключ и поняла все это. И тогда я поняла, почему мне такое, ну, ну, как блаженство, такое радостное настроение, такое нет. Почему не оболазиваетесь, да, вы поняли, да, поэтому мы с вами сейчас такое сделали почин. Мы сейчас всем показали пример, а это неожиданно, потому что я же прочитал ваше письмо, там была, ну, как вы это делали, как что, и что вы вышли на мой канал. Я вам так благодарен, вы знаете, и вот сейчас все увидят, что действительно не просто возраст, а еще с болезнью Бехтерова, да еще у папы это было. Да это же тяжеленная ситуация, а вы молодая душой, и поэтому выходите на через комфортное движение, которое тело подсказывает. на омоложение. Вот именно, вот именно, все посмотрят, и на самом деле вы большие... И я хотела спросить, вот когда я делаю вот это... Хлёст, хлёст, да, угрожение хлёст. сразу идет холод. Хлёст. Хлёст идет. Так. Значит, надо поменять движение на то, которое вам больше нравится. Посмотрите, лыжник вам может больше понравиться. Может, самый идет холод. Лыжник. Так. Подберите, подберите то движение, которое вам приятнее, которое вам хочется продолжать. Какое движение? Этот я могу делать хоть сколько? Значит, это вам больше подходит. Вау, критерии подбора это комфортность. Да. Тоже вы хотите продолжать бесконечно. Да. Ну, так и больше это то, что я увидела у вас. И это... Еще плавательные движения. Нет. Еще боксерские движения. Есть. Это в движении мне... Молодец! Вот вы всех так научите. Молодец! Вы уже прямо профессор по обучению метода ключ. Да. Вы сразу говорите, это мне не подходит. Надо подбирать уже подходит. Да. Да. Принцип подбора путем перебора по критерию минимальных усилий, по критерию максимальной комфортности это как раз таки путь подбора ключа к себе. Путь к стрессу, выхода на состояние гармонии. и омоложение. Во! Молодец! Молодец! Я вам очень благодарен. Вы знаете, скольким людям вы сейчас помогли. Потому что они же бедные смотрят физкультуру лечебную, они смотрят интернет, там кто чего только не дает советы, как лежать, как сидеть, как стоять, как делать движения какие-то, как делать физкультуру, как лечиться. Столько чепухи. Я все это прошла. Ну вот ведь. А мы идем по пути поиска свободы, поиска комфорта, снятия зажима, выхода на свое творческое состояние, состояние творца, созидателя. Вот это есть наука человечности. Спасибо вам. Я увидев вас, поняла, что мне надо. Мне надо своя подсказка. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы сейчас сделаем загрузку, вам пришлем ссылочку, вы посмотрите, какие мысли.